Доброе утро, друзья! Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Встречайте это утро вместе с телеканалом Беларусь-1. Екатерина Антонова и Марьяна Муренкова рады вас будить. А прямо сейчас, я думаю, самое время, чтобы позавтракать. И сегодня завтрак у нас будет немецкий, то есть отправляемся на родину колбасок. Ну, предварительно давайте традиционно познакомимся поближе с этой страной. Вообще Германия — это родина, да, как Марьяна уже сказала. Колбасок, Октоберфеста и, конечно же, пиво. Но подробнее о ее истории расскажу сейчас. Германия — это удивительная страна с тысячелетней историей и вековыми традициями, в летопись которой вписаны победы и поражения периода рассвета и поистине трагические страницы. Расположенная в Западной Европе страна занимает относительно небольшую территорию, хотя, с другой стороны, в Западной Европе там все плотно расположены, и, соответственно, у всех территория небольшая. Это да. А вот немецкая кухня — синтез восточноевропейских и западноевропейских блюд, что не мудрено. При этом существуют различия в кухне севера и юга. Колбаски, пиво и квашеная капуста — это три китаны, которых держится национальная кухня. Германия — настоящая королева, конечно, севенина, я бы сказала, потому что она занимает центральное место на столе. Только представьте себе, одних колбасок в ассортименте местных блюд насчитывается свыше полутора тысяч видов. Я даже не представляю, что это могут быть за колбаски, чем они различаются. А немцы все знают и разбираются в каждом виде, знают, что выбрать. Сегодня и завтра на завтрак. Вот так вот у них все разнообразно получается. Ну, кстати, к завтраку немцы относятся основательно. Они едят много, как вы понимаете, вкусно и сытно. Чаще всего утро в Германии начинается с традиционного баттербретцель, соленого бретцеля с маслом. Он представляет собой большой крендель, который выпекается из дрожжевого теста с добавлением солода и потом уже смазывается маслом. Вот это вот я особенно люблю. Да, это вкусно. Ну, а сейчас поговорим о фрюштукке. Это переводится как завтрак, да. Одна диетическая мудрость в Германии гласит, что завтрак как императора. Обед это как князь, ну, а ужинать нужно как попрошайки. То есть очень-очень мало. Поэтому на булочках кофе среднестатистический немец далеко не останавливается. Ну и в целом немецкий завтрак – это понятие многокомпонентное. От среднеевропейского завтрака его отличает огромное количество закусок. Но это и холодное мясо, и знаменитые сосиски. Они подаются наряду с несколькими видами даже хлебов. Горячие тосты дополняют джемом, мармеладом или медом. Яйца с мятку, кашей, фрукты – это, ну, необязательное дополнение. Однако важная часть. За завтраком немцы слушают радио и читают газеты, общаются с кем-то, ну, они не готовы в это время, потому что, наверное, хочется помолчать, собраться с мыслями. Да, поспать тоже хочется. А вот обед и ужин – это самое прекрасное время, чтобы обсудить планы и подвести итоги.